Александр Заваров сразу же стал незаменимым игроком сборной СССР. Как вызвал этого верткого полузащитника Эдуард Малафеев на товарищеский матч с Румынией Мирчи Луческу 7 августа 1985 так и оставался Заваров основным, можно сказать, ключевым игроком главной команды страны почти 5 лет. За это время Александр Заваров сыграл 41 матч за сборную СССР, в которых забил 6 голов. Вот о них, голах. И поговорим. Дебютный мяч за главную команду страны Заваров забил уже при Валерии Лобановском на чемпионате мира в Мексике 1986. На последний матч в группе против Канады был выставлен неосновной состав и начались проблемы. После перерыва Лобановский выпускает одного за другим Игоря Биланова и Заварова, лидеров. Эта атакующая динамовская парочка и сообразила красивый гол на двоих. Биланов набросил на ход Заварову, Саша эластично перебросил мяч через вратаря 2-0. И сборная СССР занимает первое место в группе, опередив Францию с Мишелем Платини. Отличилась сладкая парочка Заваров-Биланов и в отборочном матче на Евро 1988 с ГДР. Саша открыл счет на 41 минуте, чем привел в полнейший восторг 95 тысяч зрителей на Республиканском стадионе в Киеве. Биланов сразу же после перерыва счет увеличил 2-0. Третий гол Заваров забил в следующем выездном поединке против Норвегии. Это когда Биланов, чтобы не помешать разительному удару Александра, дважды подпрыгивал, а потом первым поздравил Заварова с троицей во всех смыслах. Церковный праздник был в ближайшее воскресенье 7 июня 1987 года. Ну и третий гол Заварова за сборную. Что интересно, сборная СССР получала Норвегию в сопернике в трех из четырех своих последних отборочных циклах. И не важно, кто был тренером советской команды – Малафеев, Лобановский или Анатолий Бышевец. Победы над Норвегией в сборной СССР, за редким исключением, давались трудновато. Гол Заварова Норвегии вышел трудовым, как и та победа 1-0. В итоге сборная СССР опередит в подборочной группе Францию, ГДР, Норвегию, Исландию и поедет на Евро 1988 в Западную Германию. Гул в Аргентине 31 марта 1988 года был самым красивым в исполнении Заварова в матчах за сборную СССР. Советская команда в рамках подготовки к чемпионату Европы поехала в Западный Берлин на турнир четырех наций, где разнесла в пухи в прах действующих чемпионов мира аргентинцев самим Диего Марадуны во главе 4-2. Заваров как раз и начал ту победную викторию красивейшим голом на 14 минуте. Австрию на республиканском стадионе в Киеве. СССР будет принимать уже в статусе вице-чемпиона Европы. А Саша Заваров 19 октября 1988 года приедет игроком Туринского Ювентуса и снова покажет все, за что его так любили в киевском Динамо. Потрясающий дриблинг. Точные пасы через пол поля и классный гол 2-0. Сборная СССР Лобановского снова пройдет отбор на сей раз чемпионата мира в Италии 1990, где Саша Заваров забьет свой последний шестой гол за главную команду страны в своем последнем за нее матче с Камеруном. Правда, те 4-0 не могли скрасить разочарование последнего места в группе. Дальше сборную возглавит Анатолий Бышевец, где сделает ставку на своих олимпийских чемпионов 88 и талантливую молодежь, куда Заваров со стариками с киевского Динамо никак не вписывался. Лично для меня Заваров остается одним из лучших игроков мира второй половины 1980-х годов. Ювентуса бы кого за 5 миллионов долларов не зовут. Правда, свои лучшие матчи Саша провел все же не в Турине, а в Киеве, когда играл за местное Динамо и сборную СССР под руководством Лобановского. С вами был Саныч, до новых встреч!